«Давай, давай! Давай, Россия! Бол!» Хотя на новой спортивной площадке в селе Быков-Отрок уже вовсю играют местные ребята, этот гол олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина войдёт в историю, когда ещё здесь в ворота закатится мяч, отправленный звездой спорта. Знаменитый борец приехал в Балаковский район, чтобы поздравить с 20-летием проект компании «Фосагра Дрост» «Детям России образования, здоровья и духовность». Греко-римская борьба – это один из видов спорта, который развивается в его рамках. Александр Карелин признался, что порой ему печально смотреть на спортивные объекты в глубинке. Но центр греко-римской борьбы в Быковом отроге – совсем другая история. Здесь волнения чуть меньше, потому что не возникает вопросов о неудобице или, например, руинах возле зала. Четверть века назад здесь были иные условия, я бы так сказал. За 20 лет применения возможностей «Фосагра» здесь, новое покрытие, новое содержание, для меня особо приятно, что к борцовскому залу здесь пристроен замечательный многофункциональный стадион. О том, как выглядел этот спортивный зал, Александр Карелин знает не понаслышке. Он бывал здесь 24 года назад. И тот юный борец Лёша Шишков, который приветствовал тогда знаменитого спортсмена, сейчас сам растит чемпионов. О той встрече Алексей вспоминает до сих пор. Даже у меня мурашки прошли по коже. Когда я был таким же, как и ребята сейчас, мне было 13 лет, когда приезжал с Александром Карелина. Это был 1999 год. Мы также со спортсменом вручали ему цветок. После этого он приезжал к нам именно в спортзал, заходил именно, смотрел, как мы здесь занимаемся. Сейчас в сельском центре борьбы занимаются полсотни мальчишек. Все они ждали приезда знаменитого спортсмена, готовили вопросы. Чуть стесняясь, они расспрашивали Александра Карелина о его победах и поражениях, о самых сильных соперниках и о том, как завоевать медали. Олимпийский чемпион настраивал ребят на победы. Если вы пришли сюда, вам родители разрешили, поддерживают вас в этом. Тренеры на вас тратят свое время, свои знания, свою убежденность. Не сочкуйте. И вам все понравится. У вас появятся крепкие руки, крепкие ноги, спина. Но ко всему камеру голова правильно поставлена. Голова, потому что наша голова находится на толстой богосовской шее. Ясно нет. И даже те из вас, кто не стали чемпионом, вы уже борцы, ребят. Александр Карелин подарил ребятам набор резиновых жгутов, отметив, что это лучший тренажер для борца. Ведь состояние постоянного напряжения в мышцах, которое создает резина при растяжении, и является главной целью тренировки. Председатель Координационного совета Всероссийского проекта Дрост Андрей Гурьев тоже отметил важность подарка. Он сам использовал жгуты во время тренировок в детстве. Прожил со спортом, с дзюдо, огромное количество времени и своей жизни. Это действительно та уникальная школа, тот уникальный спорт. Борьба. Борьба. Любая борьба. Потому что она тебя оставляет один на один соперника. Здесь проигрываешь всегда только ты, если не выигрываешь. Поэтому это, конечно, абсолютно цикаляет характер. Любой спортсмен должен уметь просчитывать шаги соперника на несколько ходов вперёд. Поэтому в центре горякоримской борьбы установлены шахматные столы. Здесь ребята учатся думать. Шахматы – это ещё один вид спорта, который поддерживает Дрост. И во время своего визита в Блаково Александр Карелин стал свидетелем уникального турнира между юными шахматистами и международным гроссмейстером Никитой Матиняном. Сеанс одновременной игры прошёл в 25-й школе. Надеюсь, все покажут хорошую игру. Буду рады, если бы от них у меня чтено. Поддаваться я не планирую. Так что успехов желаю и участникам, и себе. 40 ребят играли против Никиты Матиняна. И один из них, 11-летний Илья Зубов, смог нанести поражение международному гроссмейстеру. Ещё одна шахматистка, 13-летняя Аделина Лаврентьева, сыграла в ничью. А это значит, что дрозд растит достойных спортсменов, которые когда-нибудь смогут превзойти тех, на кого сейчас равняются.